Всем любителям удивительных круизных путешествий огромный привет! С вами Ирина Ронец и наш любимый круизный клуб InCruises. Сегодня я вам покажу, как бронировать любой круиз из нашего кабинета InCruises. Итак, давайте приступим. Для этого нам нужно зайти в наш кабинет. Здесь в разделе круизы мы можем нажать кнопочку к Dream Cruises или Global Destination. У нас есть выборы от нашего клуба или по всему миру. Итак, скажем, мы начнем из нашего Dream Cruises, с круизной программы, которые есть у нас. У нас их очень много. Вот, вы смотрите, уже постоянно продаются. То есть люди очень имеют большой спрос на путешествия, им нравятся круизы. У нас уже 5 круизов продано и вот еще к ним прибавились еще новых 5, которые уже проданы. И здесь вы можете также посмотреть вот эту программу. Будут еще дополняться постоянно новые круизы от нашего клуба. Необычайно интересные. И вы можете заказать любой. Если вы нажимаете здесь кнопочку, скажем, посмотрим на Грецию, да, то что мы видим? Мы видим стартовую цену в круизных долларах, в тех круизных долларах, которые мы имеем, как члены клуба. И каждый из вас, кто еще не член, может это иметь. И вы тогда будете платить пол цены. В любом случае, чтобы начать бронировать круиз, вы должны нажать на кнопочку Book This Cruise. То есть забронировать круиз. Я сейчас вам покажу на примере круиза, который мы сейчас многие с вами выбираем. Это круиз из Майами, из Америки. И это также будет первая конвенция клуба. Поэтому многие сейчас нуждаются в знании, как правильно забронировать этот круиз. Вот у нас есть для этого дополнительная ссылочка. Этот круиз выставлен отдельно от программы. И мы нажимаем на данную ссылочку. Что мы здесь видим? Мы видим, что этот круиз отправляется из Майами, Флорида, порт, на круизном лайнере Carnival Victory, отплытие 30 января из порта и прибытие в порт 3 февраля. Вот, значит, на 4 ночи Карибский круиз, да. Смотрим здесь все, что мы можем посмотреть, программу. Какие дни, куда мы будем плыть, Кейвест, Мексика и обратно в Майами, да. На каком лайнере, все подробности. После того, как вы уже решили, что вы хотите забронировать круиз, нажимаем кнопочку Book This Cruise. Как видите, тут есть каюты. Перед этим вы, конечно, должны определиться с каютом, выбором каюты. Итак, смотрим, какие каюты есть. Есть внутренние, это как бы самые дешевые, это каюты без окна и без балкона. Следующий вид на океан или на море, это уже с окном, который даст вам великолепный панорамный вид на море, на океан. И где вы будете проплывать, будете все видеть, если вы будете находиться внутри каюты в то время. Дальше каюта чуть дороже с балконом уже и сюита или люкс каюта, это уже с большим балконом и с большим размещением в каюте и лучшим комфортом, еще лучшим комфортом. Они все комфортные, они все прекрасные, но чем дороже каюта, тем больше для вас лучших условий. Итак, мы определились и нажимаем кнопочку Забронировать этот круиз. Что мы здесь дальше видим? Здесь нам нужно выбрать количество взрослых. То есть мы обычно из нашего кабинета заказываем на двух человек, скажем. Можем заказать на одного или на трех, или на четырех, или на пяти, если, конечно, есть каюты. Для этого мы должны уточнить перед этим и с нашей поддержкой, саппортом, есть ли каюты на данное количество людей. Если нет, то обычно на двух человек должны всегда быть, если, конечно, кто-то до вас не выкупил все номера. Выбираем два взрослых, нет детей обычно, да, редко кто с детьми. Кто с детьми, это тоже вы до этого должны уточнить с саппортом. То, что есть, да, возможно, для детей в каюте есть, потому что есть там еще обычно откидные кровати дополнительные. Но вы должны уточнить стоимость, потому что некоторые лайнеры имеют бесплатно до какого-то определенного возраста детей. Некоторые имеют за пол стоимости, некоторые за полную стоимость. Это тоже вы уточняете с саппортом. Если кто-то из вас, кто следующий, второй пассажир в каюте имеет свыше 55 лет, вы здесь можете выставить «Да». Итак, выбираем два взрослых, нажимаем «Поиск каюты» и смотрим дальше, что система от нас хочет. Вот есть разного вида каюты. Ривьера вот такой вид, да. Это подешевле каюта, дальше чуть дороже. Смотрим еще, смотрим еще. Вот такие с иллюминатором, с окном. Вот мы останавливаемся на Ocean View, то есть видом на океан. Чуть немножко дороже, но лучше каюта, потому что мы можем видеть панорамный вид. Если вас это не очень интересует, потому что вы будете целый день в развлечениях и вам некогда будет сидеть в каюте, просто здесь прийти, переспать и помыться, то в принципе можете брать дешевле. Например, мы выбираем эту выбор каюты, нажимаем. Здесь мы выбираем то, что есть, то есть то, что осталось, на каком деке или на какой палубе есть еще места. Вот те, что черные и серые, они уже заняты, те, которые фиолетовым еще есть и выбираем дальше. Колода у нас так переводится, пока, да, потом скоро сайт перейдется на русский, будет более правильно. Ну, имеется в виду палуба, да, и вот данные каюты, которые есть в наличии. Вы можете себе посмотреть, где они расположены и выбрать то, что вам нравится. Например, мы выбираем любую и нажимаем продолжить бронирование. Здесь, как вы знаете, мы заполняем наши данные, да, вот фестнайм, ваше имя, фамилия, все как в паспорте пишите. Ваш эмейл, тот, который вы давали при регистрации на Эмкрузис. Дальше, женщина или мужчина выбираете списка. Миссис, мисс или мистер, если вы женщина или мужчина. Дальше, государство проживания, город или штат, область, то есть название основного города вашего, где вы живете. Дата рождения. Здесь немножко у нас не срабатывает, пока выставляете, если у меня 12-е. А я пишу 12-е, система видит 11-е. Если ставлю 13-е, то потом она исправляет на 12-е. Так что, если не получается ваша дата, ставьте на одну цифру больше. И тогда система увидит то, что нужно, то, что правильно. Затем контактный телефон с плюсом и с кодом. И последняя астрофа не обязательна. Были ли вы в прошлом, как пассажир или не были. Тут, если вы уже были в круизах, можете написать да или нет, или ничего не писать. Затем указываем также правильную информацию второго пассажира, кто будет с вами в каюте. Если это член нашего клуба, то вписывайте его данные. Если это гость ваш приглашенный, все равно вписывайте правильные данные. То же самое имя, фамилия. Дальше мы вписываем данные для второго пассажира. То же самое, как в паспорте имя, фамилия, государство проживания, гражданство какой страны и так дальше. Когда вы все заполнили, здесь вы еще можете выбрать опционально, когда вы предпочитаете ваш ужин, в ваше время, раньше, позже. Ну, что-нибудь можно из этого выбрать, просто чтобы система пропустила. И нажимаем разместить информацию о пассажирах. На следующей странице мы видим, что система нам подсчитала полностью, сколько будет стоить каюта и плюс налоговый сбор. Здесь считается государственный сбор в те страны, в которые мы будем заплывать. И также портовые сборы. Вот это все включается на двух человек. И ниже выписывается сумма, которая делится пополам. Половина суммы вы будете проплачивать из ваших грузных долларов, поэтому система сразу их видит и пишет минус столько-то. И следующую половину суммы вы будете проплачивать с кредитной карты. Можно оплатить с вашей кредитной карты за двоих человек, можно проплатить с его кредитной карты, он может вам дать данные. И можно с любой чужой другой карты, неважно, главное оплатить с какой-либо карты. Вот следующую половинку суммы, которая у нас осталась. Теперь смотрите внимательно. Здесь есть такая особенность. Если вы тот человек, который заказывает из своего кабинета на двух человек, на двух пассажиров, да, и вы имеете необходимую сумму в круизных долларов, то с вас списывают вот половину. Если же вы хотите еще, чтобы взяли часть круизных долларов из другого пассажира, который тоже является членом нашего клуба, и у него есть в наличии круизные доллары, то вам нужно нажать вот эту вот синюю ссылочку. Please click here. Пожалуйста, нажмите здесь. Нажимаем. Что мы видим? Мы видим, что здесь мы можем добавить код того члена, который хочет добавить свои круизные доллары, пассажира второго. Идем в его аккаунт, или просим у него раньше, чтобы он нам дал, или вместе с ним заходим в его кабинет и там находим. Смотрите где. Для этого нажимаем вот здесь, где наши круизные доллары, переходим на эту страницу, где есть наши круизные доллары, и копируем вот этот код. Не наш, а нашего второго пассажира. Берем этот код и идем сюда, вставляем, нажимаем мышкой где-то на другом, на чистом поле и видим. То есть сразу имя, фамилия партнера, например, здесь моего сына, видно, сколько у него круизных долларов, да, еще не использованных, и нажимаем Add to Booking. И система тогда пересчитает, возьмет половину моих, половину его круизных долларов. Если это не через Global Destination, то полностью можно всей суммой круизных долларов оплатить из одного пассажира и его также полностью круизными долларами, вот данную каюту. Но если это через Global Destination, то вот вы платите круизными долларами, а второй человек из карты. Нажимаете подтвердить и оплатить, и на следующей странице видите, что выходит выбор, откуда оплатить можно, с PayPal или с кредитной карты. Нажимаете кредитная карта, вписываете номер карты, затем месяц, год, до какого срока она действительно, и три цифры, то есть код на второй стороне карты, который нужен для того, чтобы прошла оплата. Затем нажимаете кнопочку, синюю планочку, оплатить данную сумму, и ждете до того момента, когда увидите, что у вас покажет зеленый цвет на планочке и птичка. Покажет, значит это означает, что оплата прошла успешно, то есть у вас сняли деньги с карты. Но также обратите внимание, что параллельно выйдет справа надпись снизу, которая будет или зеленого цвета, или красного. Если зеленого, значит напишет вам, что все успешно прошло, и ждите подтверждения, вам пришлют на e-mail вашу бронь. Если придет красным, что не прошло успешно, значит вы все равно ждете от поддержки от саппорта сообщений, e-mail. Почему? Потому что поддержка операционной службы бронирования от Incruzis видит в этот момент, что вы сделали бронь, что вы прошли все шаги, пытались оплатить, и все данные видят, но они должны перепроверить еще вручную, пропускают, если все нормально, пропускают эту оплату с карты, контактируют еще с лайнером, что все нормально, эта каюта есть, то, что вы заказали, и пропускают окончательную бронь вашего заказа. И затем вам на ваш e-mail пришлют сообщение, это возможно будет в течение 24 часов, максимум 48 часов. Если вдруг нет никакого сообщения с саппорта, то вы просто сами пишите на нашу службу поддержки, то есть support.incruzis.com, что вот вы забронировали данный круиз, и с вашей карты, указывайте номер карты, сняли такую-то сумму денег, и, пожалуйста, пришлите мою бронь. И все будет хорошо, вам пришлют данный заказ с номером брони, номером каюты на вашу почту. И тогда вы уже можете спокойно регистрироваться на сайте лайнера. Как это сделать, смотрите в следующем моем видео. Сейчас мы с вами закончили бронирование на майамский круиз. Но точно так же вы можете бронировать любой другой круиз из нашего кабинета. Всего хорошего, до встречи в круизах. С вами была Ирина Аронец.